Елена Станковская, доцент Высшей школы экономики. Тема выступления «Стресс. Как сохранять спокойствие в неспокойные времена». Для начала несколько слов вообще о том, что такое «Стресс». В обыденной речи мы упоминаем это слово как синоним напряжения или давления, чего-то неприятного. Ганс Селье, которому мы обязаны вообще появлением этого термина, он вкладывал немножко иной смысл в то, что такое «Стресс». Он подчеркивал, что «Стресс» — это такая универсальная реакция, адаптация, которая держит нас в тонусе, которая позволяет нам быть эффективными и отвечать на требования среды. Действительно, есть «Стресс» хороший, это всем нам знакомая вовлеченность, то самое противоядие от скуки, о котором только что говорили, то есть это заинтересованность, всем нам знакомые чувства. И также Ганс Селье говорил о «Стрессе плохом» или «Дистрессе». То есть это такой уровень отклика, такой уровень реакции, который появляется в ответ на угрозу, на опасность и на требования, которые превышают тот уровень ресурсов, который у нас есть в данный момент. Ну, вообще говоря, конечно, говорить, называть этот «Стресс» плохим не совсем точно, потому что плох не сам «Стресс», а плохие для нас последствия хронического напряжения и плохие те воздействия, которые вызывают этот «Дистресс». Потому что «Стресс», собственно говоря, является универсальной реакцией, которая помогает нам выживать. То есть вообще-то это такое замечательное изобретение эволюции, это такая забота эволюции о нас, что у нас есть реакция до того, как иногда мы еще даже поняли, что мы в опасности, наш мозг регистрирует ее, и в организме происходит каскад изменений, которые моментально позволяют нам мобилизоваться и встретить эту опасность во всеоружии. То, о чем важно помнить, когда мы говорим о стрессе, это что эта реакция изначально эволюционно возникла в ответ на физические опасности. И вот здесь возникает интрига, которую я сегодня в выступлении буду раскрывать, потому что, собственно говоря, в современном мире большинство стрессоров, то есть того, что вызывает в нас напряжение, они не относятся к физической опасности, потому что мы чаще сталкиваемся не со львами, а с пробками на дорогах, с высоким темпом жизни, с большой срочностью, с тем, что наш телефон никогда не замолкает, с рисками финансовых каких-то неуспехов, неудач, с большим страхом личных неудач, потому что нам постоянно важно держать лицо, производить впечатление. И вот здесь возникает вопрос. Те реакции, которые так заботливо на протяжении тысячелетий для нас готовила эволюция, насколько хороши они в условиях реальности современной, когда стрессы большинства из нас, особенно на работе, они имеют символический характер. То есть речь идет не о львах, а о грозных начальниках, непослушных подчиненных, сроках, которые сложно соблюсти, партнерах, которые вносят изменения какие-то без согласования и так далее. То есть вот как раз сегодня мы поговорим о том, как стресс проявляется в современном мире, когда символические угрозы. И, собственно говоря, в своем выступлении я затрону два момента. Первый момент – это то, почему так важно уделять в современном мире внимание телесному компоненту стресса, телесному отклику. И второй момент – это очень важно. Как мы можем использовать ресурсы нашего сознания, а именно внутреннего диалога, для того, чтобы эффективно выпутываться из оков символических вот этих опасностей, из оков стресса, которые с ним связаны. Такие два вопроса мы сегодня затронем с вами. Итак, стресс и тело. Как я уже сказала, стресс представляет собой комплексную реакцию мобилизации в ответ на угрозу. И на телесном уровне очень быстро происходит очень много. То есть это такой каскад событий. Потому что, когда зарегистрирована опасность, у нас учащается сердцебиение, кровь от внутренних органов приливает к мышцам крупным, так, чтобы обеспечить движение, подавляется деятельность желудочно-кишечного тракта, у нас пересыхает во рту, у нас расширяются зрачки, мы мобилизованы, максимальная энергия высвобождена для того, чтобы мы могли ответить на некоторую опасность. Дальше, в зависимости от того, какая опасность зарегистрирована, выбирается автоматически, опять же, без нашего сознательного контроля, способ реагирования или стрессовая реакция. И в 30-х годах американский ученый Кеннон описал две такие реакции, вероятно, многие из вас слышали о них. Это бегство и нападение. Бей или беги. И бегство, соответственно, выбирается, наш организм выбирает его. Это неосознательно происходит. Если опасность далеко, и противник сильнее. Если противник слабее нас, то мы начинаем сражаться. Потом было обнаружено, что есть еще одна реакция стрессовая, а именно замирание. Когда опасность неминуема, мы понимаем, что силы противника велики, они превосходят наши, и мы замираем. Что очень любопытно, особенно для темы нашей конференции, начиная с 2000-х годов, ученые стали говорить об еще одном стрессовом отклике, который специфичен для женщин. То есть обнаружилось, что вот эти три реакции, они не очень точно подходят для описания того, что происходит в ответ на угрозу с женщинами, ну и с представительницами женского пола в мире животных тоже. Дело в том, что стресс, опасность заставали, традиционно, исторически заставали женщину, как правило, не одну, а с потомством, и, соответственно, стрессовый отклик должен был обеспечить не только выживание ее, но еще и потомство. И в этом смысле бегство или сражение, они не так эффективны. И тогда эволюция помогла нам разработать такой замечательный механизм, как поиск социальной поддержки. Я не нашла устоявшегося перевода русского, поэтому я немножко так буду использовать свой импульс к тому, чтобы задружить, to be friend. И это действительно с помощью поддержки социальной группы шансы женщины или самок в случае животного мира на выживание резко повышаются. На выживание собственное и потомство. Что здесь важно, что в стрессовой ситуации, как бы, я женщина склеивается с мы. То есть фактически в ситуации стресса у нас возникает желание спасать отношения. И вот это такая неосознаваемая реакция, которую сложно преодолеть. И я к этому вернусь во второй сейчас части выступления, потому что это действительно очень сильно влияет на женщин и на то, как женщины попадают именно в стресс. Но возвращаясь к телесному уровню реагирования, действительно, как и в случае с физической опасностью, в нашем теле моментально возникает такой гормональный коктейль и готовность действовать. Но дальше мы оказываемся в условиях работы и офисной жизни, где эти стрессовые отклики, они вообще-то противо... Они мешают нам, они контрпродуктивны. Потому что если я сижу на заседании каком-то, на совещании, у меня возникает импульс сбежать. Это нечто строго противоположное тому, что мне нужно делать. Потому что мне нужно оставаться невозмутимой, держать лицо, например, и так далее. Поэтому что происходит? Вот эта активация внутри, которая есть, я не могу ее выразить. Я начинаю с ней бороться для того, чтобы сохранить лицо и выполнить те задачи, которые есть, и действительно не попасть в большую опасность. То есть я напрягаю мышцы, я начинаю сдавливать, сдерживать свое дыхание, и тем самым я торможу вот это проявление этой стрессовой реакции. Но то, что не совсем невидимо, но что очень сильно на нас влияет, что тем самым я разрываю естественный цикл стрессового реагирования. То есть что происходит? Что вот тот гормональный коктейль возник, который возник, он в природном мире, он бы вызвал некое движение. Дальше, например, я бы побежала или сражалась, оказалась бы спасенной, и отпраздновала это через состояние спокойствия. То есть цикл завершился бы, и я оказалась в спокойном состоянии. Здесь происходит следующее. Мы разрываем этот цикл, и получается, что этот гормональный коктейль, он продолжает свое воздействие на тело, а стресс становится хроническим, потому что я не завершаю стрессовую реакцию. То есть я не попадаю в то состояние, где я вновь чувствую себя в безопасности. И вот здесь то, что нам важно делать, это завершать эти стрессовые отклики, причем вот на таком физиологическом, телесном уровне, потому что это действительно очень важно. Что нам здесь помогает? Это дыхательные техники, которые мы можем применять на любом совещании. Это практики заземления, когда мы, например, ногами ощущаем стабильность опоры, которая нас держит. Это практики центрирования, когда мы находим и обнаруживаем, и втелесниваем, как говорят мои коллеги. Вот это ощущение безопасности в теле. Это помогает нам в момент стресса ощущать себя более спокойными, и тем самым уменьшает сам наш стрессовый отклик. Что еще важно, это освобождаться от этого напряжения, которое возникло. То есть это то, что уже невозможно непосредственно, например, во время встречи, но то, что мы можем делать потом. То есть как-то танцы, бег, аэробика, йога, плавание, ходьба, все что угодно, что позволяет вот это напряжение завершить, то есть пройти этот цикл и вновь почувствовать себя в безопасности. То есть заметить, что стресс миновал и отпраздновать эту победу. Вот это очень важно. Второй момент, который я сейчас тоже хотела бы осветить, связан с тем, что с одной стороны мы находимся в ситуации таких символических угроз. С другой стороны, у нас есть замечательный инструмент, чтобы помогать себе справляться с ними и моделировать свой стрессовый отклик. Это ресурс нашего сознания, а именно внутренний диалог. И я вот коротко в оставшееся время просто покажу несколько примеров того, как можно это использовать на благо себе. Вот первое, что очень важно, это вообще замечать, что мы в стрессе. То есть замечать, что да, я волнуюсь, да, я в напряжении, да, я справляюсь с некоторой опасностью. И здесь есть очень любопытные данные. Исследования показывают, что женщины-руководители в качестве такого большого стрессора в своей жизни, да, они называют ответственность за других. То есть то, что нагружает, то, что вот рождает это избыточное напряжение, это такая необходимость заботиться о других людях, об их потребностях, и что сложно отграничиваться, да, потому что возникает очень сильное внутреннее давление на сохранение отношений. И здесь я предлагаю вспомнить вот про ту четвертую стрессовую реакцию, о которой мы говорили. Про вот этот вот поиск социальной поддержки и такой импульс к тому, чтобы задружиться с кем-то. Что здесь важно? Важно спросить себя. Вот мое сейчас такое чувство ответственности за других. Это мой выбор? Это действительно та стратегия, которую мне сейчас хочется применять? Или это то, что диктует мне мой стрессовый отклик? Да, это просто сигнал о том, что я чувствую себя небезопасно, да, и тогда результат в том, что мне, собственно говоря, нужно привести себя вновь в это состояние спокойствия. Да, вот это очень важно, потому что бесполезно критиковать себя за тот стрессовый отклик, который у нас возникает, потому что это только усиливает наш дистресс. Потому что стрессовый отклик – это не то, что мы делаем, это то, что происходит с нами. Мы его не выбираем, мы не можем напрямую, да, как-то влиять на него. Но мы можем научиться учитывать его, да, и если я обнаруживаю, что, о, я в стрессе, да, то тогда я могу принять решение, как я себя буду успокаивать, как я себя буду поддерживать, вместо того, чтобы, например, брать новые обязательства за других. Вот такой важный пункт. Второй важный момент про наш современный стресс – это то, что он никогда не заканчивается. Да, то есть проблема современной работы в том, что это работа, которая никогда не заканчивается, особенно с появлением смартфонов, да, то есть это что-то, что длится и длится. И мне очень нравится фраза, что выбери дело, которое ты любишь, ты не будешь работать ни дня. Но вот как-то мой опыт показывает, что как-то это не работает так, что люди, которые выбирают дело по любви, они работают круглосуточно. И тогда наша задача, чтобы изъять себя из стресса, заключается в том, чтобы самим устанавливать вот эти временные границы, потому что работа не имеет этой цикличности больше. У нее нет вот этого времени, когда у нас есть отмашка, что она закончилась, и мы расслабляемся. И здесь есть очень любопытные данные, значит, по поводу важности перерывов во время работы. Это короткие, пятиминутные перерывы, минутные перерывы, да, которые вы делаете. И здесь секрет в том, чтобы по-настоящему отвлечься от рабочих задач. То есть, чтобы это сделать, нам две вещи в помощь. Первое, это делать что-то, что нам нравится, то есть такие задачки на интерес, да. То есть, я делаю что-то, и на несколько минут, на пять минут я прерываюсь для того, чтобы уделить внимание тому, что мне нравится. И второй момент, что я делаю что-то, что не требует волевой регуляции, да. Я, например, откидываюсь и спрашиваю себя, как мне сейчас? Мне все еще нравится делать то, что я делаю. И если ответ нет? Можно себе посочувствовать и применить все тавыки эмоционального интеллекта. Но на самом деле, внимание к себе... А если не помогло, то искусственно. Да, да, да. Но если ответ нет, это тоже очень важно, потому что тогда к этому тоже можно вернуться, потому что если в моей жизни доминирует то, что мне не нравится, то мне, вероятно, стоит здесь что-то пересмотреть. Следующий перерыв. Следующей жизни, Настя. Да. Вот. Это такие важные вещи. Вторая... Ну, на самом деле, эти приемы, они завязаны на то, что наш волевой ресурс, он истощается, и поэтому действительно очень важно заботиться, ухаживать здесь за тем, чтобы у нас был волевой ресурс. И второй очень важный момент связан с тем, что с качеством отдыха такого ежедневного, еженедельного, потому что исследования показывают, что на качество нашей жизни и эффективность восстановления от стресса, да, влияет не столько такой отпуск, вот который там раз или два раза в год случается с нами, а качество ежедневного и еженедельного отдохновения и восстановления. Здесь важно тоже делать то, что нам нравится, быть в компании тех, с кем нам нравится проводить время, делать что-то новое, да, то, что доставляет нам удовольствие и так далее. То есть вот это такие важные моменты. И последний пункт, о котором мне хотелось сегодня сказать, это про стресс, который мы создаем себе сами, да, потому что это то, что сильно отличается от мира животных, да, дело в том, что в большинстве случаев, да, очень много стресса в современной жизни возникает в связи с теми требованиями, которые мы предъявляем к себе сами, да, нам очень важно держать лицо, да, перед другими, перед самими собой, и на это уходит много сил, и это вызывает много стресса. И здесь вот действительно очень важно прочерчивать свои границы, задавать себе вопрос, да, вообще хочу ли я сейчас в это так вкладываться, да, и вести такой более поддерживающий какой-то диалог, да, ну это крупными мазками сейчас я говорю об этом, вот, но на самом деле действительно мне хочется пожелать вам вот такого поддерживающего диалога, который будет вам помогать выпутывать себя из стресса, да, и достигать того, что вы хотите достичь с удовольствием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова